Итак, мы отправляемся в замок Дранг Лейк. И для этого нам нужно переместиться на разрушенную развилку. Здесь, как вы помните, у нас три пути. Направо мы уже сходили. Прямо нам пока что рановато, а вот как раз налево нам сейчас и нужно. Здесь нас сразу рады видеть сокольники. Так, здесь нужно быть осторожным, потому что они здесь любят нападать сразу с нескольких сторон. К тому же они очень быстрые. Но, к сожалению, очень жадные. Ничего не хотят давать. Большая душа гордого рыцаря, человеческая фигурка, мерцающий титанит. Ничего особо интересного. Замок все ближе и ближе. И там вдалеке можно разглядеть духа. И когда играешь по сети, можно сначала подумать, что это фантомы других игроков из параллельных миров. Щит золотого сокола, полукруглый топор драконоборца. Давайте почитаем. Еще один драконоборец у нас здесь. Любимый черный топор доблестного рыцаря Лотиана по прозвищу Рыцарь Бесщита, в прошлом из Форосы. Свирепый Лотиан был непобедим до тех пор, пока внезапно не покинул поле боя. После этого о нем ничего не было слышно. Говорят, он устал от беспомощности своих врагов и ушел, чтобы сразиться с легендарным драконом. Ну, про рыцаря Лотианом уже читали из описания его кольца. И щит золотого сокола. Маленький щит волгинских сокольников. Издали он кажется сверкающим золотым соколом. Волгинские солдаты не слишком храбры, поэтому на подмогу им был нанят отряд сокольников. По слухам, сокольники никому не доверяют и всегда требуют вперед полную оплату своих услуг. Но это не так страшно, потому что деньги они отрабатывают с лихвой. Ну, с сокольником мы уже имели возможность познакомиться. Особенности в бухте Брайтстоун. И здесь нас встречает храм зимы. И, кстати, интересный момент, сейчас я вам покажу. Вот видите этот проход. Это арка, которая завалена несколькими камнями и колонной. Вроде кажется, что нам стоит здесь перелезть. Но как раз вот этот вот несчастный завал и преграждал нам изначально, в самом начале игры, добраться до замка Дранглэйк. И чтобы пройти через вот этот храм, нам нужно было либо победить четырех великих, либо набрать один миллион душ в памяти душ. И здесь можно переместиться в одной из трех DLC. Здесь также можно прочитать различные фрески. Там, где лишь зверя ступала нога, где никогда не звучали рога. Но когда схлынет толща воды, всякий забудет мирские труды. Выйдет тогда на поверхность беда, что короля погребла навсегда. Элиум Лойс, словно смерть холодна. Здесь не осталось и крупицы тепла. В DLC мы пойдем, я думаю, где-нибудь в конце игры. Можно, конечно, идти по тропинке, но думаю, что быстрее будет так. И вот как раз, если вернуться назад, то можно увидеть, что мы как раз вот через вот этот храм обошли этот завал. И это как бы, не знаю, на что это похоже. На какой-то троллинг от разработчиков это похоже. Нужно было-то всего лишь ничего. Перелезть. Но вообще, на самом деле, чтобы стать достойным для того, чтобы возжечь пламя, не обязательно убивать четырех великих. Откуда пошла эта байка про четырех великих? Ну, возможно, она пошла еще и с древних времен, когда были найдены в первородном пламени четыре великих души. Да что ж ты такой шустрый-то, а? И, как вы помните, в первом Dark Souls нам нужно было вернуть эти души в горнило при помощи специальной чаши. То есть здесь нам чаша уже не нужна. Нам достаточно самому быть вместилищем этих душ. Большая душа солдата, человеческая фигурка. Но, как показывает практика, великие души уже не нужны. Достаточно быть вместилищем огромного количества душ. И похоже, что миллионов вполне достаточно. И как только мы приближаемся к замку Drunk Lake, начинается дождь. И эти арбалетчики стреляют необычными стрелами. Их стрелы заряжены молниями. И это, на самом деле, не просто так. Так как здесь идет дождь, то все становятся мокрыми. А по мокрым противникам, если бить оружием с эффектом молнии, то они будут получать увеличенный урон. Но зато мы также получаем резист к огню. Поэтому пиромантам в этой части локации не очень хорошо живется. Замок Drunk Lake. Ну, или Drunk Lake, как его здесь перевели. Я слышу... Да, я слышу ящерку, но... Но, к сожалению, она меня как-то рано засекла. Кстати, мне здесь, наверное, больше пригодится большая дубина, чем Claymore. Здесь будет очень много противников в тяжелой броне. Ну, возможно, как-нибудь потом я вернусь за этой ящеркой. И здесь нас опять встречает изумрудный вестник. И больше она ничего не говорит. И да, это наша проводница к цели. Она говорит очень интересную фразу. Пора закончить как мое путешествие, так и ее. И, кстати, ради интереса можно попробовать намазать нашу дубину электрической смолой. Так как здесь сейчас будет два неприятных противника Мастодонта. Не очень удачно я между ними встал. Да ладно, ладно вам, ребят. Не надо так злиться. Лучше, конечно, на контре их ловить. Опс. Одна проблема, что их тут двое. Ладно, мы уже вырубили. не очень удобное место для сражения с двумя такими огромными здоровяками. И они ничего не дали. Все жадные. Хоть бы какой-нибудь крупицы своего сета, например. И замок Дранглик это одновременно и очень красивая и очень ужасная локация на самом деле. Локация красива снаружи. Экстерьер хорош. Идет дождь. Сам замок достаточно красив. перчатки королевского мечника, да, и души, вылетающие из убитых врагов здесь попадают в големов, которые откроют для нас двери. Замок Дранглейк одного мы уже активировали и второго тоже. Поэтому рядом с ними обязательно нужно кого-нибудь убить. Их головы очень похожи на титанитовых демонов из первого Дарк Соуса. По-моему, даже надписи примерно такие же. Мощное поджигание огненное семя. Следующая степень поджигания выпускает мощный заряд пламени действенное, но такое простое заклинание, что использовать его бывает неловко. Ок. никакого лора особо мы не получили. Вот эти статы по-моему должны оживать. Добина, конечно, мощная, но очень долго приходится после ее атак восстанавливаться. Ну, зато если попал, то попал. Решил все-таки пробудиться. Скинуть с себя немножко песка. И, кстати, здесь, по-моему, ничего и нет. Здесь есть какой-то дурной проход. возможно, здесь что-то разработчикам и планировалось сделать, но финальную версию похоже, это не вошло. А, ну да, здесь есть невидимый полы, который нафиг не нужен, так как дает он всякую фигню. Гладкий шелковистый камень. Причем он может дать как и нечто окаменевшее, также и гладкий шелковистый камень. То есть рандомом, по-моему, они тут вообще дают. И вот мы попадаем внутрь замка Дранглейк. Самое интересное, что здесь такая вот дыра ничем не прикрыта. Очень странная архитектурная задумка, что интересно курили архитекторы замка Дранглейк. И здесь у нас стоит дух. Кто ты? И с которой вы стоите перед мной? Это здание в доме Крого Вендрака. Это вашим предпоследствием интенсивным. Его господин остается. Где она ухода? Вы господин от нашего каста. Я дам курина, Канцлер Велагер с очень переменчивым настроением. Сначала чуть ли не нас не посылает, но потом говорит, что мы все-таки гости в этом замке. Мой лорд made magnificent findings on souls, an accomplishment for the ages. He vanquished the four great ones and built this kingdom upon their souls. Our king has watched over this land since ages long, long ago. King Vendrick, we must fight back, or the giants will take Drangleic. И вот эти вот слова Велагера побудили огромное количество спекуляций в части того, что Вендрик уже некогда победил четырех великих. Остается теперь вопрос, каких же все-таки он четырех великих победил? Ведь мы тоже победили четырех великих. То есть получается, что на этих землях либо больше четырех великих душ в итоге, либо эти четыре души постоянно куда-то реинкарнируют. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Големов, которые помогли возвести ему этот замок и увеличить его могущество. А также мы узнали, что у короля Вендрика была королева, которая, по словам Велагера, куда-то его забрала. Да, и это действительно так. Так, эта королева очень близка к тьме на самом деле. Да, похоже, у Велагера со стабильностью психики и его памятью что-то явно не то. Он мне напоминает рыбку Дори из мультика «В поисках Немо», у которой были проблемы с краткосрочной памятью. У него можно выучить жест «Позволь мне». Также купить у него несколько предметов. Это фламберг, двуручный меч с фолонообразным лезвием. Клинок такой формы отлично рассекает плоть и вызывает сильное кровотечение. Дословно фламберг означает «Огненный клинок», но при этом он очень похож на одно живое существо. Люцернский молот. Алибарда с узким лезвием. Этим оружием лучше бить врага сверху, как клевцом. Тогда его вес поможет нанести сильный удар. Алибарда способна наносить урон, пробивая защиту. Пронзает щит. Также у него есть широкое кольцо связи, которое замедляет поломку снаряжения. Различные стрелы, самоцветы, трава, небесное благословение и порошок починки. А также большой магический барьер. Большой магический барьер, новая степень волшебного барьера, повышает сопротивляемость магии молниям, огню и тьме. Рыцари миры должны сражаться с честью, полагаясь лишь на свое мастерство меча. Они прибегают к волшебству лишь тогда, когда без него не обойтись, для защиты от магии врага. И больше он ничего интересного и говорит. Хотя и так уже достаточно много интересного он нам рассказал. Хоть много и запутанного. Возможно, он нам много чего наврал, учитывая его состояние памяти. И это похоже, что тронный зал. Где находятся два трона для короля и королевы. И вот о чем я и говорил, что замок Дранглейк как прекрасен, так и ужасен. Снаружи он выглядит очень даже неплохо, но вот внутри такое ощущение, что замок Дранглейк делали какие-то лентяи. Ну, сами вот посмотрите. Мне кажется, я бы нарисовал, наверное, тронный зал поинтереснее, чем вот это. Возможно, конечно, весь тронный зал разграбили, но все равно могли как-то это все... Да и не только тронный зал, вообще вся внутренняя часть замка Дранглейка. Просто одна сплошная серая текстура в большей части. Ну, ладно. Пусть это останется на совести разработчиков, а мы движемся дальше. Нам нужно найти костер, а то, если я умру, то придется идти очень далеко. Здесь у нас небольшая комната с сундуком. Возможно, это местный туалет, не знаю. Для чего нужна была вообще эта маленькая комната? Где лежит очищенный костяной прах? Хороший, важный предмет. Так, и здесь, по-моему, также... Да, очередной невидимый полый. Гладкий шелковистый камень, спасибо. О, шлем Сиана. Да, это сианские рыцари. Копия шлема Сиана, верного рыцаря-короля. Надежный шлем прекрасной работы. Сэр Сиан считался самым могучим воином во всем Дранглике. И когда напали гиганты, он добровольно вызвал совести войска. Увы, в итоге его ждала бесславная кончина. Король повелел сделать копии снаряжения Сиана, надеясь найти замену своему верному рыцарю. Но каждый солдат, облачившийся в его доспехи, вскоре сходил с ума. Ну, достаточно интересный лор, раз и будет Сиана. Так, главное не торопиться. Не оживить сразу целую толпу. То сразу против нескольких не очень приятно будет биться, особенно с дубиной. Ну, и, конечно же, этот явно должен нажить. Иначе куда нам идти? Да, и я умудряюсь промахнуться. Вы уже, наверное, поняли, насколько дубина решает в ПВЕ Дарк Соулс. Недавно на стриме играл в Дарк Соулс 1. Там тоже дубина неплохо решала. Так. Это статуя? А, да. Лучше проверять статую. Шлем Королевского Мечника. Ну, про Королевских Мечников мы, по-моему, читали. Ну, на всякий случай, давайте посмотрим. Такие шлемы носили Королевские Мечники. Благодаря своей форме они отлично защищают низковое движение. Никаких украшений. Этот шлем создавался только для боя. Для войны с гигантами Король Вендрик дал своим самым храбрым бойцам самые лучшие доспехи. Но немногим это помогло выжить. Как нам рассказал канцлер, Король Вендрик по завету Королевы напал на гигантов. И украл у них некую силу. И, похоже, это привело потом к обратному эффекту. Гиганты в отмеску напали на Королевство Драмвейк. Ну, эти, слава богу, не оживают. Да, и нам здесь нужно представить некий символ Короля. Так, перед тем, как зайти в этот зал, посетим еще одну комнату, да, где находится долгожданный костер. И давайте, наверное, сходим в Маджулу. Да, я взял очищенный прах. Его тоже можно сжечь. Вселяем флягу с Эстусом. Насколько я помню, Титанита никакого я не нашел. Ящерка от меня убежала. Просто потратим наши души на всего лишь один уровень. И давайте просто немножко повысим нашу стойкость. Ну, и можно возвращаться обратно. И вот эта комната очень неприятная. И, наверное, самое сложное место в замке. Здесь также нужно использовать души для того, чтобы активировать двери. За которым стоят стражу руин. Никогда они были боссами. Здесь они представлены как, можно сказать, рядовые противники. Вообще, в замке Дранглейк мы повстречаем здесь, наверное, чуть ли не всех. Кого встречали на этом континенте. Так, ожили сразу двое. Очень хорошо. Надо подвести его ближе к двери. На самом деле, открывать все двери здесь абсолютно нет никакого смысла. Но я все-таки их открою. Потому что за большей частью из них нифига нет хорошего. Есть только геморрой. Что самое противное, это то, что если я умру и опять приду в эту комнату, то все двери будут открыты. То есть, все стражи руин могут одновременно на меня напасть. Так, здесь хоть что-то лежит. Но это всего лишь ключ-камень Фарреса. Который нам уже абсолютно бесполезен. Следующий. Следующая дверь полезная. Кусок титанита. Здесь также нас встречает страж руин. Но они здесь везде есть, кроме, по-моему, одной двери, которая как раз ведет нас туда, куда нам нужно дальше идти. Сначала попробуйте мелко убить. Душа не улетела, когда нам нужно. Но оживлять этих големов абсолютно не обязательно. Они просто делают эту комнату немножечко светлее. Как можно видеть, у этих гигантов в теле есть некое отверстие. Сделано оно как будто из какого-то камня. Но, возможно, из железа. Как говорится, по преданию старого железного короля. Как мы знаем, тот тоже любил оживлять неживое. Специализировался он в основном по металлу. Здесь также можно призывать робкого Рея. Ради прикола, конечно, можно. Давайте его призовем. Стражу Груин нельзя вбить огромной дубиной в пол. Как вы видите, у робкого Рея есть специальное кольцо. Кольцо, которое делает его уклонения невидимыми. Не помню, как оно называется. Что у нас тут? Кольцо солдата короля плюс один. Так, сейчас посмотрим. Увеличивает максимальную нагрузку, но нам сейчас это не особо нужно. Так, очень интересно. Видите, комната стала недоступна. Но это все из того, что я призвал робкого Рея. Дело в том, что эта комната ведет к овенанту. Поэтому ее пока что прикрыли. По-моему, вот человек сражается там. А, даже двое. И последняя дверь. Это та дверь, которая нам, в принципе, и нужна была, чтобы продвинуться дальше. В замке Дранглей. Ну, робкий Рей, кстати, неплохо себя проявляет, на самом деле. Опа. Я просто хотел посмотреть. Он неплохо орудует когтями. Так, ну что, робкий Рей. Ну, давай немножко вперед с тобой пройдем. Возможно, ты сам захочешь исчезнуть. Либо мне придется тебя изгнать. Стрела тьмы. И замороженный цветок. Замороженный цветок это предмет, который нужен для того, чтобы войти в одно из трех DLC. Каменное украшение в виде цветка. Оно настолько холодное, что сможет унять даже самый страшный жар. Открывает новый выход из храма зимы, который находится по дороге к великому замку. Ну, мимо него мы уже проходили. Так, робкий Рей. Давай уже сваливай. Уша героя стал участвовать самоцвет жизни монастырский талисман. Ну, блин, робкий Рей, ты не перестаешь меня удивлять. Прям ниндзя. Прикрывает меня с тыла. Так, я бы хотел, наверное, сходить в Ковенант. Хотя, в принципе, это можно сделать позже, в любой момент. Поэтому, а, ну да, робкий Рей все-таки решил, что ему пора уходить. Поэтому, ладно. Он услышал меня. И так, надо выпить бутылку. Да, здесь у нас провал. По-моему, здесь засада, да. Очень неприятная тварь. Любит накладывать кровотечение. Чистый самоцвет жизни. И сет Фарама. Это достаточно знаменитый сет, который вы могли видеть на обложке с игрой. Такие шлемы носили львиные рыцари Фороссы. Могучие львиные рыцари поклонялись богу войны Фарааму. Носили тяжелые доспехи и внушали всем страх своим мастерством в обращении с двумя мечами. Но их история обрывается после падения Фороссы. Так. Здесь у нас также есть костер. И отсюда выбраться можно теперь только чуть-чуть. Либо при помощи костра, либо при помощи косточки возвращения. Никакой лестницы здесь нет. И наш старый знакомый. Мы встретимся снова, молодые мертвые. Вы имеете в виду настоящего сырья. Я джор-дивер Грандар, сыр-дивер, сыр-дивер. Если вы искаете настоящий сырья, я вам джор-дивер, как вы желаете. И теперь можно присоединиться к Ковенанту Пилигримов Тьмы. За это мы получаем Перстень Бездны. Давайте почитаем Кольцо. Как мы помним по первому Дарк Соусу, там тоже была Бездна. Как я полагаю, Бездна — это большая концентрация темных душ в одном месте. Кольцо Ковенанта Пилигримов Тьмы увеличивает атакующую силу Порч. Ну, Порчи, наверное. Но при этом отнимает здоровье. Что такое Тьма? Возможно, мы уже это знаем. Мы боимся Тьмы и одновременно находим в ней утешение. Присоединившиеся к этому Ковенанту способны видеть скрытую темную Бездну. Но пока что мы туда не пойдем. Давайте для начала закончим все-таки прохождение замка Драмглейк. Теперь нужно быть осторожней. И как можно быстрее пробежать. Здесь мы уже все собрали. Так, здесь также, да, ожил опять этот рыцарь. Те ребята дальше не побегут, а этот застрял в статую. Которую я тоже пробить не могу. Ну, давайте вытащим его из плена. Да. Ему вдвойне не повезло. Теперь он еще и в текстуре завис. Ух ты, какой шустрый. Давайте вот уже прохнем, раз он сюда прибежал. Так, больше желающих тут нет. Я надеюсь, на это я уже проверял. Да, здесь есть еще и безголовые статуи, но безголовые как раз точно не оживают. Вот это вполне может. Это, кстати, место достаточно пугает. Очень много различных экземпляров. Ну, вот эти вот прям конкретно статуи. То есть, это не какие-то воины застывшие. Их фигуры именно выполнены, судя по всему, из железа. Броненосец, которые были созданы старым железным королем. В эту лужу лучше, конечно, не нырять. Давайте на начало раздвинемся с этими парнями, а потом все-таки рискнем нырнуть, но придется это делать глышом. Предварительно лучше убить здесь и статуи, потому что как только я разденусь, набежит сразу много любителей моей красоты. К тому же еще и играю за женщину. Правда, мягко говоря, женщина у меня не очень красива. Кольца, кстати, тоже нужно снимать, потому что они тоже ломаются. По-моему, такой женщине даже оружия не нужно. Она голыми руками, кого хочешь, убьет. Ах, да, я совсем забыл убить сначала вот того еще, пехотинца. Ладно, сейчас поставим армалек. Хватит на меня плевать этой гадостью. Он просто попадает в этих драконов, и они плюются разъедающей жидкостью, которая разъедает доспехи. Ух ты. Тоже попал. Он четко в грудь. Да, прикольно. Приделаны стрелы, конечно. Так, давайте уберем арбалет. Надеюсь, силикон эту гадость не растворяет. Гриб Элизабет. Что здесь еще? Интересно здесь. И сумбик. В луже разъедания мы находим урну разъедания. Могли быть что-то более ценное на самом деле положить. Почему-то я бью по этому, а стреляют те. Странно, как-то это работает. Ну ладно, пора прикрыть свой срам. Мы продвигаемся дальше. И вон то самое место, куда нам и нужно в конечном итоге прийти. Блин, кто конструировал этот замок? Ни ограждение, ни перил. То есть можно спокойненько взять и сорваться. И это очень интересная комната. Включаем насык, который пока не представляет никакой угрозы, но если мы осмелимся поживиться. Кто не начинает стрелять? Большая душа отважного воина, мерцающий титанит. В принципе, ничего интересного-то там и не было. к тому же эти дротики еще и отравлены. Тих-тих-тих-тих-тих-тих-тих-тих-тих. Так, стопэ. Здесь нам предстает портрет самой королевы. И даже ее портрет пытается нас проклянуть. Или проклясть. Что говорит о том, что явно с этой королевой что-то не то. Конечно, кость дракона. Встречаю сразу двое сианских рыцарей. Большая стрела разрушения. Огня. Так, этот. Как сказать, этот, похоже, не решился. Но он все-таки он решился. Факел. Я, правда, так могу допроверяться, что у меня развалится дубина. Ах, да. И здесь нам торгается безымянный узурпатор. Самый неподходящий момент. Давайте сюда ее отведем. На самом деле этот безымянный узурпатор это скорее всего Лисия. По крайней мере это явно ее лицо и явно ее сет. Лисия, если вы не помните, это та самая дама, которая продает нам чудеса в Маджуле и также занимается перемещением прохода между бывшими двумя королевствами Алкин и Вен. Так, ребята, я надеюсь, вы тут не станете жевать. хотя по этому звуку похоже кто-то из них ожил. Ну... Уж открываться. Миллиметр жизни ему оставил. Самое интересное, что эти сианские рыцари, они после смерти просто превращаются в прах. Даже тела от них не остается. Так, эти рыцари без головы. Ну, вскоре мы встретим версию с головами. Так, и да, здесь лестница, которую я постоянно пропускаю. Она здесь очень неочевидна. Единственное, что очевидно, это то, что здесь можно разглядеть вон там предмет и противника. То есть, сюда можно как-то попасть. Явно на это намекают разработчики, но иногда просто можно пропустить вот эту чертову лестницу, которую здесь запрятали. там еще я помню. Друг на дружку. И здесь один из немногих скрытых костров, который может немножко упростить нашу жизнь, но мы не будем возле него отдыхать. Просто соберем все барахло, которое здесь лежит. Отважная душа. Так, и здесь еще одна лестница, которую также можно в принципе пропустить, если быть не очень внимательным. Единственное, кстати, да, у меня скоро развалится дубина, и все-таки придется, наверное, либо воспользоваться порошком. И здесь у нас черный лук охотника и железная стрела. Так, черный лук охотника. Достаточно, по-моему, неплохой лук. Черный лук для стрельбы на большие расстояния. Пользоваться им непросто. Необходим опыт. Богиня-охотница Эвлана была вовсе не богиней, а просто очень отважной и искусной лучницей. Чем больше лет проходило после ее смерти, тем чаще рассказы о ней перерастали в легенды. Постепенно ее стали считать говорит о том, что все боги, которые появились в Dark Souls 2, их здесь много. Проам, Эвлана и другие богини. Я уже не помню всех их имена. Это просто на все легенды о каких-то выдающихся людях, которые жили очень давно. тяжелый арбалет такой у нас уже есть. фиг с этим сианским рыцарем. Я думаю, он за нами дальше не пойдет. По крайней мере, в эту комнату он точно не осмелится войти, ведь здесь же находится покой самой королевы. КОНЕЦ 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 И судя по тому, что она говорит навестить Вендрика, Вендрик похоже все еще жив. Ну, если можно так сказать, конечно. Судя по всему, Вендрик также боролся с проклятием нежити, которая также пришла на эти земли. Но в конечном итоге он куда-то пропал. И здесь мы можем призвать пилигрима Белкер. Но это абсолютно ненужная затея. Так как здесь нас ждет старый знакомый Драконий Всадник. Да, фуфромы во второй части полюбили повторяться с боссами, к сожалению. Да, здесь их двое. Один стреляет из лука. Он немножко послабже. Белкер пытается нас убить Элейбарда. И есть небольшая хитрость, чтобы скинуть того, кто с луком. Нужно подойти под него. Но также можно, в принципе, разобраться и податься по стрелам его стрел. Так как он стреляет не так уж и часто. Осталось так. Осталось теперь только не сдохнуть на этом сверхлегком боссе. А, ну вот он. И просто сломали его постамент. Как можем видеть, у него реально меньше жизни. Чем у того коту. Так, ну и давайте, наверное, все-таки разберемся сначала с ним. Оу, третий удар. Я уж совсем забыл их. Мувсеты. Этих драконьих всадников. Потому что обычно они убиваются очень быстро. И как-то особо на них большого внимания не заостряешь. Ну вот, как-то я очень сильно лажаю с этим боссом. Опять пожадничал. Но все-таки убил. Аллилуйя. Ну ладно. Больше не буду недооценивать драконьих всадников. И душа драконьего всадника такую мы уже получали. Но на самом деле нам, чтобы открыть все оружие драконьих всадников, нужно аж, по-моему, три души драконьих всадников. Так что двух даже будет недостаточно, чтобы открыть все их оружие. А может даже и больше, я уже не помню. И, как можно видеть, эта комната, в отличие от других, более-менее имеет хоть какое-то убранство. И в нее снесли все золото. Так вот, оказывается, почему весь замок такой пустой. Судя по всему, все самое ценное из замка снесли в эту комнату. Осталось теперь только понять, для чего это все было сделано. Здесь у нас черный костер. Давайте опять сходим в Маджулу.